Нижняя челюсть, вот здесь вот, на связке, когда надавливаешь на связке, чувствуешь, да? В уши, под ухом непосредственно точки, я с двух сторон показываю, чтобы всем видно было, да? Вот человек видит? Непосредственно само ухо, только помните, когда он показывал брать затягивание, то же самое здесь. То есть на самом ухе очень много точек, я когда буду рассказывать о специальной медицине, я пообъясню, что они обозначают, что надо массировать, когда нужно массировать, и как это вообще нужно делать. Долго, да. Да. Ну, дальше опускаемся, горло. Мужчин кадык, то есть является, то есть его можно брать, да? Чувствуешь? Да? Потом по нему можно, естественно, ну, бить это, понятно, это сразу смерть, смертельно опасно. Бить прямо или как-то? Не прямо, а не вникай. Никак, не вникай. Просто я говорю, не вникай, да, пока сейчас не вникай, я показываю точки. Непосредственно сонные артерии, область сонной артерии, удары, зажимы, перехваты, все. То есть здесь есть тоже точки определенные. Сейчас мы показываем только спереди, да? Потом. Опускаемся дальше. Подключичные впадины. Надключичные. Надключичные, да, впадины, вот здесь. Я нарисую. Сердечко, сердечко. Раз, точка. Здесь их две точки. Видите, да? А ножик втыкать. Между ними. Фактически между ними, да? Потом подключичные впадины. Чувствуешь, да? Не очень. О, вот там. Дальше. Основание, основание плеча, дельта плеча, где вот с мышцами у нас сходятся. Вот здесь вот. Я показываю здесь. Ну, допустим. Я беру симметричную работу, да? Угу. Вот она. О, как мы тебя разрисовали уже, да? Да. Очень не печи. Дальше по руке идем. Вот у нас мышцы так сводятся, да? Вот здесь вот основание. Я беру вот эту руку, да? Что-то видно? У него. Во, вот. Во. То есть, где у нас выйдутся мышцы? Ну, и, соответственно, вот здесь вот. Кажу, да? То есть, в принципе, всегда вот где мышцы начинают сходить, да? Да. Где мышцы начинают сходиться? Стоит, стоит? Стоит, стоит. Ну, и что-то? Ну, и что-то нет. Там, там, у нас мышцы, они вот здесь вот, разверни руку. Они вот-вот, они вот, две мышцы. Если между ними попадаешь, попадаешь в кость, ты как раз попадаешь на нервное окончание. Узел на этот, нет, надкостница получается. Лучше меня, знаешь, видишь? Потом вот движение. Вот здесь две точки. Я показываю даже точек больше, чем показано в некоторых точках. Сейчас, у тебя видео заканчивалось? Вот, вот эта вот точка является движение, это массирующая точка. Его, и можно как лечить, так и, как говорится, выводить человека из равновесия, да? То есть, фактически, как говорят, это, китайцы говорят, пять цунь. Цунь имя измеряют. Ну, фаланга пальцев, в общем-то, приблизительно, пять цунь. То есть, середина предплечья. То есть, это все, это все, это все снаружи. Ну, внутренне, внутренне здесь больше мышц, больше они соединены, то есть, туда нужно проникать. Ну, если непосредственно сам локоть, я его не обвожу. Между косточками. Да, вот сюда вот, ну, знаете, попадает, это шок такой. Да. Потом точки тоже самое, не буду рисовать, потому что человек пойдет, тоже будет обрисован и весь. Значит, две точки у нас. Рисовать, рисовать. Рисовать, да? Да, это массажная точка самая. Массажная точка, да, вот эта вот. И она больная. И точка для выбивания оружия, вот она здесь. А, здесь, где-то вот сюда убьют. А, вот так, да. Вот под надкосницей, да? Да, да, вот так все, получается. Ну, вот эту вот здесь я показал уже, да, работу? Так, пошли дальше. Пошли дальше. Пошли дальше. По мышцам здесь понятно у нас. Есть у нас мышцы, но вообще у нас работа такая здесь, горло. А, что это вы считали? Что-то здесь, да? Нет, а вы какое-то расстояние считали, по-моему, да? Ну, я беру вот, беру свое расстояние обычно, вот так вот, да? Ага. Вот фактически, вот видите, да? А, вот она. Вот она, да? Примерно 10 сантиметров. Примерно 10 сантиметров, да. Потом. Как я говорю, непосредственно под сосками. Что-то, да? Там рыбушки. Вот здесь вот. Я показываю очень мало болел точек, ребят, это мало. Так, естественно, просто вообще система от одного себя. Непосредственно солнечное сплетение крестец. И удар вот сюда, вот здесь находится, да, у нас сердце находится. Да, у нас сердце находится. Ну, лев, желудочек, да? Вот оно здесь смещено. Вот сюда вот удар. Вот, человек, из-за навесили. Сразу же. Значит, здесь мы берем две точки у нас есть. Под, подреберье, межреберье. Да, да. Чувствуешь? Подмышками еще. Пошли дальше, да? Подмышками не буду рисовать сейчас. Так, что будешь? Ну, дальше мы не берем пах вниз, да? С ногами. Давайте на рис. Значит, ах. Ребят, ну вот здесь вот, фактически у нас вот печень где-то вот здесь. Сюда. Здесь нет. Здесь где-то печень. Да, вот здесь вот примерно сюда вот эта точка. Она хорошо пробивается. Она очень хорошо пробивается. То есть не вот здесь у нас печень, а она здесь. Даже могу сказать, что она чуть выше. Понятно. Сюда очень хорошо пробивается. Сюда бить в пузо бесполезно. Сюда можно всегда отрабатывать удары. Поэтому не бойтесь. Понятно, да? Ну, единственное, что есть люди, у которых там травма, там сразу говорят вам. Тогда бить ниже, ниже, ниже. Бьете выше, работаете на органы. У нас здесь вот здесь собран весь кишечник. Поэтому кишечник работать, ну, можно. У них проблем не будет. Он настолько эластичен. А вот эта вот сама органика, если туда зарядить реально хороший удар, то у человека может произойти разрыв. Той же печени. Понятно? Угу. То есть ближе к ребру уже работают с органами. Органы ближе к сердцу расположены. То есть печень, они все подобраны там. Возьмите, откройте любой артус. Разворачивайте. Следует, чтобы снимать? Да, факт. Ну, давай так. Не забывайте. Дополнительно прибрался. Ну, уши я вам показал, вниз опускаем. Значит, сам позвоночник. Я его весь не прорисовываю. Но обычно, как говорят, шестой позвонок у нас активный. То есть по нему нанесение удара, затылочная область. Не буду показывать. Да, грубая. Обычно бьют. Там пороговатый мозг просто. Да, вот здесь вот очень корень. Почему у нас говорят, затылок нельзя бить? Обычно это вот часть, и нельзя спиной разворачиваться. Почему я вам говорю? Потому что вот сюда вот удар приводит. У нас крепление здесь черепа. На этой основе. Здесь очень у нас маленькие позвоночки такие. Вот они очень уязвимые. Ну, естественно, сам стержень. У нас нервно-позвоночный столб. Значит, потом точки здесь и здесь. Помните, я покажу? Да, да. Вот они. Потом непосредственно дельты. Трапеции. Трапеции. Далее пошли. Вот здесь вот точка. В начале лопаток получается. В начале вот здесь вот здесь вот точка. Потом середину лопаток. Сейчас найдем ее точку. Нет, не с вами. Вот здесь, да? Да. Вот она, вот эта точка. Середина лопаток. Потом подлопаточная. Сюда вот. Выбивает так. Ну, ее обрисуем. Почки. Почки. Ну, что ты без того, что они с ней? Нет? Нет, они вот здесь. Да. А здесь там? Нет, вот тут вся зона. Вся зона, значит. Куда не ударить, где больно. Да. Но в основном в спину, как и в любую другую область, можно прорабатывать ударом не просто точечным. Если знаешь, уже на себе проверил эти точки, то ты должен, как, вы должны в партнере немножко поработать на партнере, чтобы на них нанесить удары именно по этим точкам. Иначе промахнуть. Будет долго пихаться. А чтобы понять, как, куда направлен удар, а как бить, да, вот я показываю, ребята. Можно вот так вот взять, но это нужно бить пальцем. Вообще, изменение правильности. Здесь не работает кулак. Как сам такой. Вот удар должен быть, вот связка, связка будет. То есть включение стихиных свобод здесь, но это удар, полная плоскость кулака. Мы говорим, можем говорить о том, что мы можем находить, не наносить костяшку, да, вот здесь. Вот. Можем пальцем большим, но у вас должна быть, здесь должна быть четко, он должен быть напряжен. Если он будет расслаблен, вы можете его убить и сломать. А он должен быть напряжен. Работа должна быть на себя. На себя. Да. То есть вы даже рады подхватить его на себя. Значит, вся работа по точкам, то же самое, я вот здесь обувь, здесь сюда заносить. то я ему ударил в эту точку. Хотя я бил. Мощность большая. Понятно, да? То есть сюда вот бьют, проводят вот сюда вот удар, а ломаются и ключи. Понятно, да? Тоже самое ключу отбить. Не прошел, да, Ниночка? Я просто не хочу. Не хочу. Сейчас прошло. Понятно, да? То же самое. Ну и в любое другое место. Сюда я показал. Ну, естественно, солнечное сплетение, сердце, это понятно, да? Ну, примерно вот так. Видишь, какой красивый у нас? Тебе спасибо. Все, ребятки. Давайте. Антон, еще одна. Еще одну точку. А, понятно.